Приветствую. 13 сентября 2022 года народный депутат Украины Мазурашу внес в Верховную Раду законопроект 8029. Этим законопроектом предлагается изменить законодательство в части разрешения выезда и запрета выезда мужчин из Украины во время военного положения. Вот с этим законопроектом мы сейчас с вами и разберемся, что же там предлагается в контексте выезда мужчин из Украины и, собственно говоря, какие перспективы этого законопроекта. Итак, друзья, что же предлагает народный депутат в плане выезда из Украины? Он предлагает упростить этот порядок и предлагает уже и перечень документов, перечень случаев, когда человек может выезжать из Украины. И, например, он говорит, что выехать можно будет в том случае, если вы выезжаете в командировку, при этом она должна быть подтверждена органами государственной власти. Также вы сможете выехать на обучение за границу. В этом месте мы как бы так тихо и грустно хихикаем, да? А также он говорит, что можно будет выехать в том случае, если у вас есть просто разрешение территориального центра комплектации социальной поддержки на выезд из Украины. То есть просто разрешение на выезд. Собственно говоря, хорошее предложение, не поспоришь здесь ничего, идея хорошая. Мы абсолютно вроде бы не против такой идеи. Что он еще предлагает? Предлагает разрешить выезд людям, которые соответствуют следующим условиям. Первое условие. У человека должен быть открыт специальный счет. На этом счету должна находиться сумма, равная 5 прожиточным минимумам. То есть это порядка 12 тысяч с половиной гривен. Да, у нас прожиточный минимум 2 с половиной тысячи гривен. Соответственно, 12 с половиной тысяч нужно иметь на счету. И при этом такой человек еще должен написать обязательство о том, что он ежемесячно будет перечислять на поддержку ЗСУ определенную сумму. И законопроектам предлагается установить эту сумму в размере тех налогов, которые платит человек с минимальной заработной платы. Предлагается разрешить выезд мужчинам из Украины при условии, что эти мужчины готовы ежемесячно выплачивать налоги с минимальной заработной платы. Здесь не уточняется, что он имел ввиду, какие налоги, учитывается ли ЕСВ при этом, хотя ЕСВ это не налог. Но посчитаем, исходя из стандартной ставки налога на доходы физических лиц, это 18% и 1,5% военного сбора. Ну как без него? Его я считаю, что нужно обязательно учитывать в этом случае. И у нас, собственно говоря, получится сумма 1267 гривен 50 копеек на сегодняшний день. То есть, собственно говоря, депутат Мазурашу предлагает выезжать мужчинам из Украины при условии, что они ежемесячно готовы будут платить 1267 гривен 50 копеек. Давайте, я не знаю, подумаем. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого предложения. Целесообразно ли оно? Насколько вот эта сумма в 1200 гривен в месяц поможет ЗСУ? Насколько она действительно может повлиять на материальное обеспечение в ЗСУ? Ну, а мы пока пойдем дальше. Что еще предлагается? Еще депутат предлагает следующее, что те мужчины, которые выехали во время военного положения, не имея на то никаких разрешительных документов, они для того, чтобы никаких претензий к ним не было со стороны государства, со стороны законодательства, чтобы не привлекать их никакой ответственности, депутат говорит, пусть выплатят по 10 прожиточных минимумов за каждый месяц пребывания за границей. То есть, если ты выезжаешь легально, то ты платишь ежемесячно 1267 гривен, а если ты выехал нелегально, то, соответственно, ты платишь 10 прожиточных минимумов в месяц, что составляет уже 25 тысяч гривен. Кстати, скажите свое мнение по этому поводу, да, насколько такая сумма уже действительно может помочь ЗСУ и насколько она целесообразна с учетом того, какая зарплата у военных, сколько денег нужно на материальное обеспечение этого человека, да, а оно же включает не только зарплату, а включает туда еще и обмундирование, входит туда еще и питание, как минимум, да, и вот сколько, насколько вот та сумма, которую предлагает платить Мазурашу, действительно поможет ЗСУ. Что касается перспектив данного закона, я не буду говорить о том, что в данном законе есть внутренние противоречия, внутренние несоответствия, я хочу акцентировать внимание на двух моментах, которые в этом законе противоречат Конституции Украины. Например, уважаемый депутат, который выступил автором этого законопроекта, говорит о том, что в умовах военного стану для выезду из Украины «Громадяны Украины, которые входят в категории, каким законодательными або другими нормативными актами встановлено заборону на выезд из Украины», ну и так далее. Ключевое здесь то, на что я обратил внимание, вот эта фраза «яким законодательными або другими нормативными актами встановлена за оборону выезду из Украины». Открываем Конституцию, статью 33, и в ней написано, что каждому, кто на законных основаниях пребывает на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания и право свободно покинуть территорию Украины за исключением тех ограничений, которые установлены законом, незаконодательными и иными нормативно-правовыми актами. А право на выезд из Украины может быть ограничено только законом. Это прямо записано в Конституции. Депутат предлагает иную формулировку, да, и по сути, а что такое иные нормативно-правовые акты? Это значит, что он хочет, по сути, легализировать то, что сейчас происходит, да, когда нет законодательного запрета, но есть попытки запрета постановлениями Кабмина. Ну, друзья, в Конституции прямо сказано, закон, закон может ограничивать право на выезд и все. И второй момент, на который хочу обратить внимание. Я даже читать это не могу всерьез. Ну, вот тут написано так. Громадяни, які виїхали з Украины під час дії военного стану на умовах, передбачених в абзацах 2-му и 3-му частини 4-ї цієї статті, ну, тут мається на увазі умови, за умови сплати цих внесків, «Для в'їзду в Україну мають додатково надати підтвердження виконання ними цих умов». То есть депутат говорит, що потім, для того, щоб тебе вернуться в Україну, ти об'язан ще доказати, що ти виплачивав ці суми. Ставлю лайк і, звісно ж, я ставлю лайк за следующее положення, яке є в следующій части цього законопроекту, де написано, «Для в'їзду в Україну мають добровільно перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України суму, яка дарівнює 10 розміром прожиткового мінімуму». То є те, хто в'їхав типо незаконно, те обязаны для в'їзду в Україну заплатити 10 прожиткових мінімумів. Що здесь смішного? Да нічого, на самом деле смішного здесь нет. Здесь є тільки грусть і печаль. І грусть і печаль заключається в тому, що народні избранники, які повинні отстаивати наші інтереси і защіщати їх, і защіщати, наверное, наші права, вони не знають Конституцію. Тому що в Конституції України, в той же 33-й статті написано, що громадянин України не може бути позбавлено право в будь-який час повернутися в Україну. А здесь же нам предлагають следующее. Ти можеш в'їхати в Україну, тільки заплатив взнос, або доказав, що ти його платив. Друзі, може ми наконец-то почнемо принимати закони і розрабатувати законопроекти, які будуть соответствувати Конституції, і почнемо все-таки жить, або хоча б старатися жить по тим правилам, які зафіксували в Конституції. Друзі, соответственно, говоря о том, які перспективи у цього законопроекта, ну, конечно же, никаких. Ну, не може бути принят законопроект, не може бути принят закон, который изначально противоречит Конституції Украины. І я думаю, що головне научно-экспертне управління Верховної Ради зробить соответствують законопроекту, і указують на то, де є существенні противоречія, внутріні противоречія з Конституцією України. Тому, друзі, як ітог, данний законопроект – це мертворожденний репенок. Шанси, що він буде принят, вони стремяться к нулю. Тому, не потрібно ни в коем случае планировать свою жизнь сейчас, строить планы, исходя з того, що написано в цьому законопроекті. Друзі, якщо ви считаєте, що данне видео полезно, я прошу вас поставити йому лайк, поделитися їм в соцсетях і, конечно же, підписатися на мой канал. Напомню, що з вами був Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоров'я і, конечно же, мира. Пока!